О семейных ценностях в хороших семьях заботятся ежедневно. Именно в семье зарождается патриотизм и желание заботиться друг о друге. Крепкая любовь и взаимовыручка помогают провести семейный корабль через Житейское море и преуспеть в жизни. Одна из семей, которая может быть отличным примером для молодых и не только молодых людей, живет в станице Петровской нашего района. На торжественном мероприятии в День семьи, любви и верности в Краснодарском храме Рождества Христова губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил всех приглашенных. А это было 14 семей со всего края и в их числе семья Дэй с праздником. Самых первых дней в вашей жизни, я уже не говорю про совместную жизнь, у вас всегда была любовь, семья и верность принципом жизни. Есть ли праздник, либо его нет. Семья – начало-начал. В семье начинается рост большого гражданина. С семьи начинается патриотизм. С семьи начинается любовь к родине. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Семьи у вас крепкие, друзья. Пусть они будут здоровыми. Благополучие финансовых возможностей. Храни вас всех Господним. За достойное воспитание детей, вклад в возрождение и укрепление семейных традиций губернатор наградил приглашенные семьи, в том числе и героев нашего репортажа, медалью Краснодарского края «Родительская доблесть». Мы побывали в семье Юрия и Ларисы Дэй. Они достойно воспитали четырех детей – троих сыновей и дочь – и отличаются трудолюбием и порядочностью. Эти качества настолько естественны в их семье, что воспринимаются младшим поколением как что-то само собой разумеющееся. Для всей семьи награждение медалью стало приятным и запоминающимся событием. Конечно, это еще и большая честь и серьезная ответственность. После этой награды, наверное, спрос с себя гораздо выше будет, еще больше. Но она обязывает, наверное, уже к чему-то большему. Пусть наши дети выросли, ну, значит, что-то мы должны еще сделать. Может, ну, я не говорю, что для государства, но что-то для края в крае, для района, для своего, наверное, что-то еще. Мы не все сделали. Вот эта требовательность к себе и своим детям, соединенная с любовью и доверием друг к другу и характерна для семьи, которая была создана без малого четверть века назад. Дети стали самым главным в семье. А как же иначе? Первоначально, конечно же, мы с мужем планировали, что у нас будет трое детей. Но когда родились три сына, конечно, очень хотелось дочь. Ну, и Господь нам подарил подарочек такой. У нас родилась Анюта. Папа, по-моему, был на седьмом небе от счастья. Ну, я, конечно, наверное, еще больше. Дочь Анна хорошо учится, увлекается музыкой. Она первая помощница для мамы по хозяйству. Большой сладкий пирог для теплого семейного чаепития совместными усилиями удался на славу. Семья, в которой много детей, это просто здорово, считает Лариса Дэй. Детей мы старались воспитывать именно патриотами своей родины, малой родины. Конечно, когда родились три сына, я очень сильно переживала. Первое время для меня вот сразу я думала о том, что нет, это не военные, что кто угодно, но только не военные. Ну, когда дети выросли, получилось так, что средний сын пошел в военное музыкальное училище, он закончил. Сейчас он не военный, он работает в губернском театре у Сергея Безрукова. А вот старший сын и младшие сыновья, они, да, они военные. Она переживает за сыновей, которые уже стали самостоятельными, и в то же время гордится ими, потому что они не ищут легких путей в жизни. Сейчас сыновья, они далеко от дома, все в Москве. Меня радует тот факт, что они друг друга всегда поддерживают в радости, в горе, что случилось. Они друг другу всегда подставят плечо. Готовы поддержать друг друга, помочь в решении той или иной проблемы, а также разделить радость все члены этой большой дружной семьи. Настоящая семья – это всегда чудо, которое возникло благодаря любви и щедро воспроизводит самые лучшие качества в детях. В семье Дэй знают рецепт семейного счастья, куда непременно входят уважение и взаимопонимание. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».